Дороги в микрорайоне «Юность» В данный момент на территории города Твери реализуется крупный объект транспортной структуры «Западный мост». Одним из этапов его предусмотрена реконструкция горбатого путепровода. Западный движение, точнее, работы по реконструкции горбатого путепровода планируется начать в марте 2024 года. К этому моменту планируется запустить рабочее движение по участку автомобильной дороги. То есть это уже время ближайших дней, недель, когда это всё начинает строиться? Да. Уже начата подготовительная работа, переустраиваются коммуникации, устраиваются временные дороги и площадки складирования строительных материалов со стороны Петербургского шоссе. Жители на коэтажах беспокоят близость дороги к их домам. Больше всего недовольных с этого дома, Фрунзе, дом 2, корпус 1. Расстояние от угла дома до крайней конструкции путепровода будет 35 метров. Проектно предусмотрено расположение автомобильной дороги и путепровода на расстоянии от 30 до 50 метров, что соответствует всем нормативным документам. Данные нормы будут неукосительно соблюдаться, дабы обеспечить комфорт жителей. Здесь она начинает подниматься. Получается, в районе дома номер 4 она начинает подниматься. Дома 4 по Фрунзе? Да. Здесь у нас начинается, ну, чтобы мы предприняли все меры, чтобы уменьшить именно количество занимаемых земель подпорными стенами. Потому что если бы мы делали так же, как обычно делают мосты с насыпью, у нас бы вот эта наша занимаемая площадь, она была бы вот еще больше. Поэтому сделали вертикальные подпорные стены, вот отсюда они начинают подниматься. И так они идут на протяжении 700 метров. Получается, доходят до границы потепровода. Вот здесь у нас начинается потепровод. Он у нас протяженностью 220 метров, чуть более. И так же потом оно идет на снижение к Санкт-Петербургскому шоссе. Автомобильная дорога будет на участке от Санкт-Петербургского шоссе до Паши Савельевой. Не иметь съездов на прилегающей территории. И так же со стороны жилых домов будет установлен шумозащитный кран, который так же будет препятствовать съезду любого автомобильного транспорта. Поэтому движение по данному участку дороги будет по одному направлению, без каких-то диких съездов и возникновений затор. С этой стороны будет шумозащитный кран, который препятствует съезду автомобилей. И как бы съездов с ней вообще не будет, кроме как примыкания на Санкт-Петербургском шоссе и примыкания на Фрунзе, на Паши Савельевой. Людей беспокоит, как они будут проходить оживленную трассу в стороны Комсомольской рощи. По просьбам жителей мы дали указание проектной организации, которая в данный момент разрабатывает проектное решение по проходу жителей от жилых домов в Комсомольскую рощу. Это будет представлять собой металлическую гофрированную трубу в уровне с существующей землей, с освещением, чтобы люди могли спокойно и беспрепятственно обеспечить проход в Комсомольскую рощу и к местам отдыха. Буквально, может быть, три недели назад, ну до нас это дошло, то, что люди обеспокоены именно тем, что мы проход перекроем, мы проектировщику дали задание, чтобы он именно в подпорной стенке путепровода предусмотрел эко-тропу. И еще, жители округи беспокоят, что строительство новой дороги потребует вырубки деревьев, в том числе ценных пород, прилегающие к многоэтажкам лесополосы. Полоса отвода сооружения, она гораздо больше, чем полоса отвода путепровода, поэтому на этапе строительства будем принимать исчерпывающие меры по минимизации площади вырубки и сохранению зеленых насаждений. Деревья уже начали вырубать. После выхода в эфир сюжета патрульной службы ситуацией заинтересовались сотрудники Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры. Сейчас по факту вырубки деревьев проводится прокурорская проверка, о результатах которой мы сообщим позже. А пока специалисты территориального дорожного фонда еще раз призывают жителей домов по улице Фрунзе к пониманию. Мы готовы к диалогу, но хотелось бы тоже понимание стороны жителей. В данный момент это единственный менее затратный и быстро возводимый вариант прохождения трассы. Мы следим за ходом событий.